Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный обсуждает вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами из студии я, Сергей. Существует очень мало более плохих ситуаций, которые можно представить, чем оказаться в ловушке в лифте, в которых участится пульс у тех, кто боится высоты, закрытых пространств или и того и другого. Если вы когда-нибудь, к сожалению, окажетесь застрявшим между этажами или в настоящее время уже слушаете это, застряв в лифте, здесь указано все, что вы должны сделать, чтобы обеспечить себе скорейшее освобождение. Что нужно иметь в виду, так это то, что если вы не попали в ситуацию, решающую вопрос жизни и смерти, лучшее, что можно сделать, это обратиться за помощью и просто-напросто переждать. Многие из ваших попыток выбраться в действительности могут привести к большей опасности. Поэтому в этом выпуске мы по пунктам разберем все необходимые действия и меры, которые спасут вашу жизнь и помогут выбраться из застрявшего лифта. Итак, что самое главное, что самое важное нужно помнить, так это в первую очередь сохранять спокойствие. Как только вы поймете, что вы застряли, вы можете почувствовать естественное желание запаниковать. Тем не менее, вы должны убедить себя собрать волю в кулак и остаться как можно более спокойным. Если вы начнете паниковать, ваше тело начнет ощущать последствия, вам станет труднее ясно мыслить и, следовательно, вам будет труднее найти путь к освобождению. Сделайте глубокий вдох и расслабьте ваше тело. Вашему мозгу трудно паниковать, когда ваше тело расслаблено. Если вы в лифте не один, то паника, скорее всего, приведет к панике окружающих вас людей. А несколько потерявших самообладание человек в лифте не обеспечит вам безопасности. Вместо этого, делайте все возможное, чтобы оказывать успокаивающие воздействия на окружающих вас людей. Если вы находитесь застрявшим лифте вместе с детьми, успокаивайте детей. Преподносите информацию в более игровой форме. Дети в игровой форме воспринимают любую информацию куда лучше, чем когда вы будете строго-настрого говорить, что делать. Не паниковать, не плакать, не истерить. Все в игровой форме, все с улыбкой, спокойно, сами. Самое главное, не поддавайтесь панике. Далее, вам необходимо найти источник света, если его нет. Если в лифте темно, вы можете посветить себе карманным фонариком, сотовым телефоном или другим каким-то средством, которое у вас есть. Постарайтесь изо всех сил не использовать устройство так долго, чтобы не села батарея. Свет поможет вам увидеть кнопки и получить лучшее представление о ситуации. Если вы слушаете это не стоя в лифте, тогда проверьте на данный момент, есть ли на вашем мобильном телефоне специальная функция фонарик. Если есть, это может пригодиться, пока это не разрядит батарею. Важно также быстро понять, сколько людей застряло с вами в лифте. Поэтому с фонариком вы также можете посветить и определить количество. Это необходимая информация будет уже, если вы будете сообщать, если вы дозвонитесь до служб экстренной помощи. Далее, нажмите кнопку вызова. Если вокруг темно, используйте источник света, чтобы найти кнопку вызова лифтера. Затем нажмите кнопку вызова, чтобы связаться с техником, который поможет вам. Это предупредит обслуживающий персонал, что с лифтом есть проблемы. Это самый быстрый и самый оперативный способ получить помощь. Намного лучше и безопаснее, чем пытаться выбраться самостоятельно. Если вам не отвечают, попробуйте позвать на помощь. Если ответа на нажатие на кнопку вызова не последовало, проверьте, ловит ли ваш мобильный телефон в лифте. Если телефон не ловит, позвоните на номер службы экстренной помощи, например 112. Если до сих пор нет ответа, нажмите на кнопку тревоги несколько раз. Такое бывает в лифтах, когда с одного нажатия кнопка не срабатывает и сигнал не передается. Это, сказать, защита от ребенка, чтобы дети не баловались в лифте. Несколько нажатий на кнопку вызова, только тогда уже реагирует диспетчер, реагирует лифтер. Далее, вам необходимо нажать кнопку открыть дверь. Иногда эта кнопка может просто застрять, и если вы ее нажмете, это откроет лифт. Вы бы смеялись, но вы были бы удивлены тем, сколько людей зовет на помощь, чтобы выбраться из остряшего лифта, только чтобы узнать, что им просто нужно было снова нажать кнопку открыть дверь. Вы также можете попробовать нажать на кнопку закрыть дверь, которая тоже, возможно, могла застрять. То есть, залипают некоторые кнопки, и из-за этого не открываются двери лифта. Вы также можете попробовать нажать на кнопку этажа, находящегося ниже места, где в настоящее время отдыхает лифт. Если вы не можете позвать на помощь, постарайтесь привлечь внимание людей вне лифта. Если вы уже пытались нажать на кнопку вызова или пытались позвать на помощь, и ничего не получилось, то вашим следующим действием должна быть попытка кричать и звать на помощь как можно громче. Вы можете попробовать барабанить в дверь лифта обувью или другими предметами, а также кричать, чтобы привлечь внимание прохожих. Это могут быть соседи, если это жилой дом, либо другие коллеги, если вы застряли в лифте какого-то бизнес-центра. В зависимости от звукопроницаемости двери, сильный стук ключом по двери издает громкий звук по всей шахте лифта. Крики могут помочь привлечь внимание людей, которые находятся за пределами лифта, к вашей ситуации. Но также вы должны понимать, что чрезмерные крики и вопли могут привести к еще больше паники. Поэтому убедитесь, что вы пытаетесь оставаться достаточно спокойным, когда зовете на помощь. При этом, если вы начинаете наблюдать панику в лифте среди других застрявших, опять переходим к тому пункту. Мы всех успокаиваем и только потом продолжаем крики о помощи, привлекать внимание других людей. Если вы не в экстремальной ситуации, решающей вопрос жизни и смерти, просто-напросто переждите. В лучшем случае люди заметят, что лифт не работает в течение нескольких минут, и вы окажетесь на свободе в ближайшее уже время. Люди часто пользуются лифтом, и люди в здании, особенно персонал этого здания, должны быстро заметить, что он не работает. Хотя крики о помощи могут помочь, но если это не сработало через некоторое время, то лучше остановиться и подождать, чем использовать всю свою энергию и кислород, которого очень мало будет у вас в лифте. Если вы успешно вступили в контакт с аварийной спасательной службой, запомните, что они будут в пути максимально быстро. Звонки от застрявших людей принимаются всерьез, и вас освободят в течение 30 минут или даже меньше. Это если мы учитываем некоторые нормативы. Хотя может быть трудно установить контакт или начать разговор, когда вы в ловушке, в лифте с группой незнакомцев, но просто поддерживайте с ними разговор. Говорите о том, кто вы, что вы делаете, куда направлялись, сколько у вас детей или вообще о чем угодно, чтобы поддержать разговор. Молчание гораздо более вероятно заставит паниковать людей или впасть в отчаяние. Говорите сами, если это необходимо, но придерживайтесь только беззаботных тем для того, чтобы избавить ваших людей, которые вместе с вами находятся в лифте, от мыслей о том, что они пропали, они погибнут, за ними никто не придет. В общем, попытайтесь занять себя и других людей чем-либо хотя бы разговором. Ну а если у вас есть журнал или книга под рукой, считайте себя просто счастливчиком. Не тратьте заряд телефона, играя в игры, он вам еще пригодится. Вместо этого постарайтесь подумать о простых вещах, чтобы себя самого успокоить. Например, составьте список всех вещей, которые вы сделали сегодня или попытайтесь вспомнить все, что у вас было на ужин в течение прошлой недели. В общем, оставайтесь оптимистичным, думая обо всех вещах, которых вы с нетерпением ждете в ближайшие недели. Если ничего не помогает и вы находитесь в опасной ситуации, в таком случае необходимо выбираться. Если ничего не работает и вы в экстремальной, чрезвычайной ситуации, решающей вопрос жизни и смерти, делайте все возможное, чтобы выйти из этого лифта. Будьте осторожны. Если ползете по шахте лифта, вы рискуете получить удар электрическим током и быть раздавленным, если лифт снова начнет двигаться. Вот некоторые вещи, которые нужно иметь в виду, когда вы пытаетесь выбраться. В первую очередь подтяните или нажмите кнопку стоп, чтобы убедиться, что лифт не начнет движение, пока вы пытаетесь выползти. Постарайтесь взломать дверь лифта. Если вы на одном уровне с полом, вы можете взломать двери и выйти. Оглянитесь в лифте, чтобы увидеть, есть ли в нем какие-нибудь объекты на стенах, которые помогут вам взломать эту дверь. Поищите на крыше лифта люк для технического обслуживания. Попытайтесь открыть его и выползти. Даже если вы выберетесь через люк, там все еще может не быть никакого выхода из шахты лифта. Но если вы окажетесь действительно в чрезвычайной ситуации, это может быть ваш единственный шанс. Не курите и не пользуйтесь никакими зажигалками-спичками, так как может сработать дополнительный сигнал тревоги. В худшем случае это полностью отключит лифт и оставит вас там, застрявшим на более продолжительный период. Не делайте ничего того, что только может ухудшить нахождение вас в застрявшем лифте. Ведь куда проще предотвратить трагедию, чем потом пытаться ее исправить. Помните самое главное, что жизнь дается нам лишь один раз. Поэтому берегите ее и не играйте со смертью.